Надежда Васильевна Плевицкая – русская певица, мецо-сопрано, исполнительница русских народных песен и романцев. Император Николай II называл ее Курским Соловьем. Она работала в ресторане Наумова в Нижнем Новгороде, где пела каждый вечер, выходила на сцену последней, в полпервого ночи. Посетители к этому часу гуляли вовсю. Знаменитый певец Леонид Собинов вспоминал, цитирую, «Стучали ножи и вилки, смех подвыпивших людей. Вывесили афишку с именем следующего номера. Тишина. Почему, непонятно. Ведь только что зал шумел. На сцену вышла молодая черноволосая женщина и сказала, «Я хочу спеть совсем невеселую песню». И запела. Люди плакали и аплодировали. Позже, при его содействии, она выступала в Московской консерватории. Была дружна с Шаляпиным, который, прослушав весь репертуар Плевицкой, пришел в восторг. В 1911 году артистка заключила контракт на 40 концертов по всей империи. Этой успешной сделке предшествовало приглашение выступить в царском селе для императорской семьи. Свою встречу с Шаляпиным она позже вспоминала так, с каким-то детским удивлением. Меня сам Шаляпин слушал, говорил со мной. Да ласково. Надежда Васильевна до последних своих дней берегла подаренный ей портрет с добрыми словами от Шаляпина. А за свою фотографию в подарок великому Басу ей всегда было стыдно. Ведь на обороте она как-то не очень уважительно, по ее мнению, написала «Федюшки на память». Без завистников не обошлось. Писали и о ее профессионализме, мол, малограмотно не знает нот, слух и голос не заслуга. И, мол, деревенщина, содержанка. Но все попытки уличить в чем-то были тщетны, потому что, как говорили очевидцы, император, слушая Плевицкую, опускал голову и плакал. И однажды в знак благодарности подарил ей перстень со своей руки. Первые годы революции Плевицкая была в Советской России. Искала и не находила своего места в новой стране. С трудом отвыкала от светского обхождения благородных поклонников. Из этих лет известен ее роман сотрудником Одесской ЧК Шульгиным. Палачом. Больше и сказать нечего. От Надежды он своего занятия не скрывал. И после подвальных расправ жаловался ей на усталость. Роман длился недолго. Слишком разные это были люди. В 1919 году они расстались. Во время фронтовых гастролей по частям Красной Армии в 1920 году Надежда Васильевна попадает в Корниловский белогвардейский плен. Красноармейцев там расстреливали сразу. Певицу, большевичку не стали. Как решит начальство. Ее сразу же узнал командир офицерского полка генерал Скоблин. Именно поэтому она осталась жива. И на следующий день наша птичка уже переметнулась и пела для господ офицеров. Через год уже вместе со своим женихом Николаем Владимировичем и воинскими частями она покинула Россию. Скоблин был на то время самым молодым в белой армии генералом. Ему было 27. Надежда была старше его на 9 лет. И началось бесконечное концертное турне. Они жили и в Германии, и во Франции, и в Югославии с Нансеновскими паспортами. Нансен, великий норвежский полярный следователь, работавший в Лиге наций, был озабочен судьбой вот этих вот беженцев. Армян, изгнанных из Турции, русских. Их нужно было как-то легализовать. И он придумал вот эти паспорта. Без родины и без гражданства. Официально их называли апатридами. То есть людьми, лишенными родины. Концерты в этих странах не обходились без скандалов. Так, на одном из выступлений Надежда пригласила сотрудников советского представительства Амторга в США. Под прикрытием этой торговой организации тогда работала советская внешняя разведка. Об этом было известно. Белые эмигранты неожиданно оказались в одном зале со своими смертельными врагами. И пресса на то время обвинила Плевицкую в возмутительном отношении к своим соотечественникам-эмигрантам. На это она ответила, мол, я артистка и пою для всех. Ощущение было, что тогда она просто плыла по течению, ни в какие детали не вникала. Она просто хотела вернуться домой, при любой власти. Так она и встретилась в Нью-Йорке с советским консулом и задала ему вопрос о возможности возвращения. Консул, он же резидент внешней разведки, ответил ей прямо, мол, это еще надо заслужить. Так и началась добровольная вербовка и певицы, и ее мужа. С 1930-х годов артистка вместе с супругом стала сотрудничать с НКВД. За это ей и мужу обещали амнистии на родине, почести, как великой певицы, а также возможность выступать. Мужу должность в генштабе, а еще 200 долларов ежемесячно. Замечу, что тогда автомобиль Рено стоил примерно 70-90 долларов. И все это за ценные для центра сведения. На эти деньги супруги тут же арендовали ферму во Франции. Несмотря на то, что певица выросла в крестьянской семье, заниматься сельским хозяйством она не желала. Но именно благодаря этой ферме Скоблин и Плевицкая, завербованные в 1930 году НКВД, получили прозвище «фермеры». В течение семи последующих лет Чита снабжала советскую разведку самыми актуальными сведениями. Первую партию в дуэте исполнял, конечно же, Николай Скоблин. Однако неоценимую помощь в сборе информации ему оказывала Надежда, которая продолжала также гастролировать по Европе на пару с мужем, а также копировала документы Русского общевоинского союза, писала сообщения и выполняла обязанности связной. Официально сотрудничество случилось следующим образом. 21 января 1931 года в Берлине состоялась очередная встреча Читы с представителем центра. Он объявил супругам, что в ЦИК их персонально амнистировал. В свою очередь генерал подчеркнул, что перелом произошел в нем еще шесть лет назад, когда у него наступило полное разочарование в идеалах белого движения. Он только не имел удобного случая перейти на сторону советов. После этой беседы они написали обязательство о сотрудничестве советской разведкой следующего содержания. Цитирую. Постановление Центрального исполнительского комитета Союза Советских Социалистических Республик. О персональной амнистии и восстановлении в правах гражданства мне объявлено. Настоящим обязуюсь до особого распоряжения хранить в секрете. Подписка. Настоящим обязуюсь перед рабочей крестьянской Красной Армией Союза Советских Социалистических Республик выполнять все распоряжения связанных со мной представителей разведки Красной Армии безотносительно территории. За невыполнение данного мною настоящего обязательства отвечаю по военным законам СССР. Так, в ходе встречи с представителем Центра перед Николаем Владимировичем была поставлена задача укреплять его связи со всеми знакомыми ему деятелями Русского общевоинского союза, а также других белых организаций. Надежде Васильевной же поручалась своими выступлениями на благотворительных вечерах Русского общевоинского союза повышать авторитет и свой, и своего мужа. В 1937 году НКВД решило организовать похищение представителя Русского общевоинского союза, а именно Евгения Миллера, для того, чтобы на его место поставить уже своего человека, Скоблина. Шептались, что Миллер был влюблен в Плевицкую, в открытую говорить об этом не смели. Миллера очень уважали, да и, в принципе, не соперником он был тогда для молодого и бравого Скоблина. Надежда Васильевна была гостеприимной хозяйкой, щедро угощала. В небольшом дворике росли три березки, так остро напоминавшие о покинутой родине. В гостях у Читы Миллер всегда удобно устраивался у них в шезлонге. Плевицкая и Скоблин садились по сторонам от него, вспоминали былое, мечтали о славном будущем России, обсуждали текущие дела. Разнежившись, Миллер иной раз выбалтывал больше, чем следовало знать Скоблину при его положении в организации. Но, впрочем, Скоблин ни разу открыто не злоупотребил его доверием. Миллер также с удовольствием принимал Скоблина и Плевицку у себя дома. Они были хорошо знакомы и с его семьей. Кстати, за два года до похищения Миллера супруги однажды возвращались от генерала домой. И в лесу на их автомобиль налетел быстро мчавшийся грузовик. Их Ситроен был разбит в дребезги. Но супруги каким-то чудом практически не пострадали. У Надежды Васильевны врачи констатировали нервный шок и ушибы. У Скоблина была сломана правая ключица. Лечили их по высшему разряду. У каждого из супругов была отдельная палата. Они быстро поправились. И через какое-то время покинули клинику. Так, за 18-дневное пребывание в клинике они заплатили 4156 франков. Присовокупив при этом щедрый гонорар для хирурга, оперировавшего генералу ключицу. Потом это им припомнят, что в расходах они никогда не стеснялись. Хотя на тот момент еще не получили компенсации от страховой компании. Выписавшись из клиники, Скоблин несколько раз являлся к своему лечащему врачу. И когда он посещал доктора в последний раз, приехал в клинику уже на новеньком «Пежо». Это им впоследствии тоже припомнили. Потом уже, на суде. Итак, 22 сентября 1937 год. Момент похищения председателя Русского общевоинского союза Евгения Карловича Миллера. Так, перед уходом на встречу с фермером, Миллер чувствовал опасность. Возможно, поэтому он оставил записку сотрудникам с указанием. Кому он именно отправился. У меня сегодня в 12.30 дня свидание с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмен и Рафе. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером. Военным атташе при Лимитрофных государствах. Штроманом и Свернером. Прикомандированным к здешнему германскому посольству. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка. А потому, на всякий случай, оставляю эту записку. Таким образом, планы НКВД по продвижению своего агента на пост главы крупнейшей эмигрантской военной организации оказались сорваны. Сам же Скоблин был вынужден бежать. Свою жену он оставил на произвол судьбы. Надежду Плевицкую тут же взяли под стражу французские жандармы. При арестованной на тот момент была обнаружена крупная сумма денег, которую, по мнению следователей, она могла заработать только выполняя задания НКВД. Эти деньги стали одним из основных доказательств вины Плевицкой. Миллер был доставлен в СССР и там заключен в тюрьму НКВД на Лубянке, где содержался под именем Петра Васильевича Иванова. На допросах не сообщил никакой информации, способной причинить вред деятельности Русского общевоинского союза. Он был приговорен военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания и расстрелян в подвале внутренней тюрьмы НКВД 11 мая 1939 года. Есть и другая информация, что он был растворен в бочке с кислотой. Николай Скоблин с деньгами Плевицкой успел сбежать в Испанию, где якобы сразу же погиб от бомбардировок города авиации. Хотя точных доказательств его смерти не было. Более вероятно, что он просто имитировал свою гибель, избавившись тем самым от связи с НКВД и отправился радоваться жизни, прихватив к деньгам своей жены еще и деньги бандитов. Плевицкую обвинили в участии в похищении Миллера и в шпионаже в пользу СССР. Присяжные не нашли смягчающих обстоятельств. Президент Франции отказал ей в помиловании. В 1938 году суд наконец вынес вердикт. Плевицкую приговорили к 20 годам каторги и к 10 годам запрета на проживание на территории Франции. У большинства русской эмиграции настроения, которые господствовали, были в пользу Плевицкой. Что бы ни произошло на самом деле, русские эмигранты отказывались признавать ее виновной. Они не верили своим ушам. Тем не менее, надежда Плевицкая уже была переправлена в тюрьму. А в это время во Франции поменялась власть. Руководить всем стали оккупировавшие Францию гитлеровцы. Плевицкая уже в то время находилась в состоянии, близком к помешательству. Осенью 1940 года в женской каторжной тюрьме медленно и тяжело умирала заключенная под номером 9202. А певица на костылях закамерницы знали немного. Мол, русская шпионка была артисткой, зовут Надежда. По-французски она почти не говорила. По необходимости объяснялась простыми словами и жестами. Она была в глубокой депрессии. Гангрена привела к ампутации ноги. Однажды ночью тоска заставила ее запеть в полный голос. За это коллегу избили. В тюрьме она прожила недолго. Похоронили ее на тюремном кладбище. Никому точно неизвестно и то, как и от чего она умерла. Три разных версии смерти. Только одна из этих версий правдивая. Две вымысел. Версия первая. Плевицкая тихо умерла в тюрьме. От тоски по родине, особенно навалившейся после суда, после страшных обвинений, после предательства своего любимого. Вторая версия звучит так. Мол, Плевицкая была отравлена по приказу НКВД, потому что много, а главное многих, она знала. Захватившие Францию немцы не могли, в конце концов, не заинтересоваться делом этой советской разведчицы. А допросов, проведенных со свойственной немцам изощренностью, она бы просто не выдержала. И без того уже раздавленная скандальным процессом и предательством товарищей. О том, чтобы устроить ей побег, речи, разумеется, не шло. Но разоблаченная и развенчанная в кругах русской эмиграции Плевицкая уже не представляла никакой ценности для НКВД. Тем более, что главную свою функцию они со Скобленным успешно исполнили. Хлопотать о свободе для нее теперь не имело смысла. Да и товарищи НКВДшники и не пытались ей никогда помочь. Но оставить ее в живых тоже они не могли. Это было бы неразумно. Плевицкая была тем следом, по которому немцы могли бы выйти на других советских агентов. Товарищи предпочитали не оставлять следов. И Плевицкой поднесли яд. В пользу этой версии говорят два факта. Во-первых, смерть ее была достаточно неожиданной. По словам надзирателей, она плохо чувствовала себя в последние месяцы, но не настолько плохо, чтобы быть помещенной в тюремную больницу. Поэтому она скончалась в своей камере. Можно, конечно, говорить о невнимании тюремного начальца, но Надежда Васильевна все-таки была знаменитостью, хоть и иностранкой. Ее процесс привлек к себе всеобщее внимание, и о ней писали многие французские газеты. Вряд ли тюремные власти позволили бы себе такую халатность и проигнорировали бы ее жалобы. Наверняка ее бы поместили в больницу, потому что таков был порядок. А в большинстве дошедших до нас отчетов говорится о том, что Плевицкая умерла не в тюремной больнице, а в своей камере, причем скоропостижно, неожиданно. Ей было всего 56 лет. И второй факт, приводимый в воспоминаниях о ней, и тоже говорящий в пользу версии с отравлением, что, мол, через две недели после кончины немцы эксгумировали тело Плевицкой. Они провели вскрытие, сделали какие-то анализы и позже захоронили ее уже в другом месте. Правда, результаты этих анализов неизвестны, если вообще была эта эксгумация и было вскрытие, потому что есть еще и третья версия смерти Плевицкой. Более трагическая, чем вообще все, что случилось с ней в жизни. В 1940 году немцы вошли во Францию, захватили каторжную тюрьму. В которой содержали Надежду Васильевну. В яркий солнечный день ее вывели во двор, привязали к двум танкам и разорвали. Служить советской госбезопасности всегда было небезопасно. Так писал в своей книге, под названием «Как это было» Гелий Рябов, известный писатель и кинодраматург, глубоко понимающий во всем, что связано с историей становления советской милиции и КГБ, а также с историей революции, эмиграции и советской разведки. И это именно тот человек, который спустя 60 лет после убийства в подвале Ипатьевского дома отыскал все-таки останки последнего государя российского и его семьи, сделал то, что не смог когда-то сделать Николай Алексеевич Соколов. Если Рябов выдвинул эту версию, значит, у него были достаточные на то основания и какие-то источники. Но такая смерть – это слишком страшно, слишком жестоко. Никто не заслужил такой смерти. Немного о том самом романсе, шедевре, с которым все ассоциируют Надежду Васильевну. Точная дата песенного дебюта неизвестна. Так, по мнению кандидата искусствоведения Валерии Мардашовой, первое исполнение состоялось в Берлинском зале имени Бетховена 29 марта 1923 года. Российский литературовед и киновед Рашид Янгиров предполагает, что впервые этот романс прозвучал в Берлинском Блютнер-зале на юбилейном концерте 3 января 1925 года, посвященном 25-летию концертной деятельности Плевицкой. Романс «За мелоть тебя снегом Россия» был написан Филаретом Черновым в 1918 году в России и впервые опубликован в московской газете «Свобода». Но популярность романс приобрел не в Советской России, а у русской эмиграции первой волны после исполнения Плевицкой. Он стал неофициальным гимном и панихидой российских эмигрантов 1920-1950 годов. Кроме Плевицкой этот романс исполняли и другие артисты русской эмиграции «Иза Кремер», «Вера Смирнова», «Жорж Северский», «Стефан Данилевский», «Хорданских казаков под управлением Сергея Жарова» и другими. Сам же автор Чернов, который остался в России, предпочитал не афишировать свое авторство. Позже российский искусствовед, специалист в области кинематографа русского зарубежья Рашид Янгиров писал о романсе так, цитирую, Многие современники считали его непревзойденным шедевром Надежды Плевицкой, восприняв это произведение как общую эпитафию покинутой родины. Кстати, о смерти Плевицка есть еще одна скрытая версия. Мол, Плевицка и Скоблин были двойными агентами. Они работали в том числе и на Третий Рейх. Инсценировав смерть певицы, немцы тайно переправили ее в Латинскую Америку, где она уже умерла в глубокой старости, дожив до середины 70-х. Агентурные дела фермеров до сих пор находятся в закрытых спецхранилищах. Заслуги Надежды Плевицкой перед русской музыкальной культурой очень велики. Она собрала, записала и исполнила почти две тысячи старых русских народных песен. Только благодаря творчеству этой птички-певчей Эти песни дошли до нас. Звезды Плевицкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok